Ну, приехали, это, конечно, у нас праздник был. И не только для нас. И он сам ждал, конечно. И нам-то без него. Он соскучал, соскучал. Конечно, мы тут в 16 дней. Семья Мясниковых радуется возвращению сына. Александр приехал домой после лечения в московской клинике. У молодого человека еще полтора года назад врачи выявили тяжелую черепно-мозговую травму. На Александра напали. Удары незнакомцев оказались настолько опасными для жизни, что ему в экстренном порядке сделали операцию в местной клинике. Однако после начались приступы. Чтобы как-то улучшить состояние сына, родителя, по рекомендациям врачей, отправили его в Ярославль, в больницу имени Соловьева. От звонка мы жили. Мы жили утром, звонили в реанимацию и вечером. У него была и кома, и медикаментозная кома, и глушение. Все стадии вот этой комы. После восстановительного лечения молодого человека снова отправили домой. Но приступы продолжались. Александр чувствовал себя хуже, с трудом говорил. В конце мая в Ростовский район в рамках региональной программы «Мобильная медицина» приехали специалисты федерального медико-биологического агентства. На обследование ко специалистам всероссийского уровня пришло около 200 жителей, нуждающихся в помощи. Александра приняли одним из первых и отправили на лечение в Москву. В столичной клинике молодой человек находился в течение двух недель. Сейчас намного лучше, даже уже разговаривать как-то получше стало. До этого-то я вообще не понимаю. Здесь все у меня на место встало, все работает, все хорошо у меня. Теперь Александра находится под наблюдением специалистов местной больницы. Теперь у нас есть планы по лечению Александра. И я думаю, что реабилитация пойдет успешно. Дальше будет и санаторно-курортное лечение, и консультация. Ростовский район стал одним из первых, кто встречал новую инициативу «Мобильная медицина». Теперь же специалисты надеются, что приезд федерального медико-биологического агентства в село не был последним. О необходимости продолжения программы говорил и глава региона Дмитрий Миронов. Мы планируем этот проект продвигать, сделать его ежегодным. Видите, какой уровень представлен здесь и помощи, и диагностики. За месяц реализации программы к врачам обратились около 7 тысяч жителей региона. Более 100 пациентов с наиболее сложными случаями уже направлены на получение высокотехнологичной медпомощи в столичной клинике. Юлия Михайловичева, Георгий Иванов. День в событиях.